МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы являемся свидетелями достижений человечества в области возобновляемой энергетики и передовых технологий, предназначенных для развития зелёной экономики. Экспо. День 87-й. Зелёный! Зелёный! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кроме того, многие интересуются рекомендованными ресторанами в городах и даже выбирают турмаршруты. Когда я был маленьким, мне всегда нравилось смотреть на карты. Я думаю, что это наша земля, и нужно знать каждый её сантиметр. А главное, нужно показывать, какая она, напоминая, что это то место, где мы живём и творим. Я сделал такие карты для ЮНЕСКО, Европейского союза, Колумбии, Мексики. Сделал даже отдельную карту целого города. Самая большая карта, которую изготовил мастер, достигала 200 метров. Её легко носить с собой и раскрыть на полу, пояснил Анхель. Чтобы изготовить одно такое полотно, требуется 2-3 месяца. Сначала мастер создаёт силуэт местности, делит по регионам, прорисовывает между ними дороги, реки. Потом собирает фотографии и видео. Позже всё это программируется в QR-код. Казахстан в 5 раз больше Испании. И если бы я сделал карту вашей страны, отразил бы в ней сначала исторические объекты. Потому что вы были кочевниками. И я считаю, нужно продвигать эту идею, чтобы люди испытывали уважение к этому образу жизни. Знакомство через интернет. 72-летний пенсионер Уильям Форд – гость Экспо из американского штата Джорджия. Он путешествует по миру и снимается в эпизодических ролях в кино. Уильям был в странах Европы и Азии, но в Центральной Азии ещё не разу. Впервые он узнал об Астане на видеопортале. Его так заинтересовала столичная архитектура, что просмотрел всё видео о главном городе Казахстана. Позже, узнав, что здесь будет выставка, он сразу же решил посетить её. Я многое узнал здесь об энергии. Многие страны прекрасно справились с задачей рассказать гостям о том, как они используют воду, новые ресурсы, энергии, работающие от солнечного света и биомассы. Это был действительно хороший опыт обучения. В дополнение ко всему, многие павильоны подошли к задаче очень творчески, что нельзя не отметить. Гостю очень понравился павильон Монако, где информация о стране отражается на двигающихся зеркалах. Вместе с тем его поразило представление Израиля своим световым шоу. Павильон России удивил Уильяма возможностью прикоснуться в буквальном смысле к кусочку айсберга. Пока он не имеет возможности использовать новейшие зелёные технологии в своей квартире. Но пенсионер всегда выключает свет, покидая комнату, готовит еду на экономных плитах и использует энергоэффективные лампочки. Настоящий праздник красоты на Экспо проводит павильон Таиланда. В роскошных тайских национальных нарядах и украшениях за титул королева Напомас соревнуются представительницы стран-участниц и даже серебряный волонтёр Экспо. Им необходимо представить себя, продемонстрировать талант и ответить на непростые вопросы и запустить цветочные кораблики в воду. В Таиланде такие кораблики являются символом фестиваля Лой Кротонг, что в переводе означает «плавающий кораблик». Праздник знаменует собой окончание сезона дождей, который наступает после кропотливой посадки риса. Тайский народ таким образом благодарит воду за жизненную силу и энергию. Согласно народной легенде, впервые Лой Кротонг по реке запустила мудрая девушка Напомас. С тех пор красавицы в этот праздник от самой маленькой до взрослых состязаются за звание королева Напомас. Сегодня просто потрясающий день. Все сотрудники Таиландского павильона очень взволнованы и воодушевлены демонстрацией нашей культуры и фестиваля народу Казахстана. Я очень рада и благодарна всем, кто сегодня поддерживает нас. Празднование фестиваля Лой Кротонг проводится на протяжении двух столетий по всему Таиланду. Проводится он в ночь на 12-й полный месяц и почти всегда выпадает на ноябрь. Многие туристы признают этот праздник самым романтичным и ярким. Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин